Фирмы Я тебя услышал говорить в прямом эфирме Блядь, говно, сиська Фу-ху-ху О, буду с Сони Кам Сегодня поти с Сони Кам Немножко передохнули после тренировки И вышел в прямой эфир немножко с вами покалякать Покаля-малякать Каля-маля Устроить вам Всем привет-привет Доброе утро, добрый обед Ну что, мы сегодня с дьяволятчиками Отвели тренировку финишную Перед моим отпуском И я у дьяволят Отпросилась в отпуск У своих детей я отпросилась в отпуск Они меня отпустили Спасибо большое Поэтому я с чистой совестью И со спокойной душой Могу сходить немножечко в отпуск И отдохнуть Для того, чтобы зарядиться еще больше Силой, энергией И ближайший До следующего лета Целый год Просто вас Без смазки О, да О, сосуля Санек пришел Сосуля, привет, Санек Сегодня встречаемся вечером с вами Едем отдыхать в Балаково Рита, бедная Света Ну, жизнь такая Со мной жизнь, знаете, не сахар Не сахар Не забываем Не забываем, что 9 июля Мы справляем Мое день рождения И день рождения Хоум-тренинга Два года Мне тридцатка Хоум-тренингу Проекту Ровно два года Мы растем Мы создаем команду Мы объединяемся И нас уже Нас уже 500 человек в команде 500 человек в команде Мы все с разных уголков планеты Я могу сказать Не страны даже А планеты с разных уголков Поддерживаем друг друга Двигаемся дальше вместе Естественно, 9 июля Обязательно будет прямой эфир С банкета Прямой эфир С вручения подарков С вручения Дембельских колец И, конечно же, праздничного Просто фантастический будет салют Питер, привет Вчера было? Олечка, поздравляю тебя После тренировки Вода это просто прям Животрепещущий источник Болят колени Ходить больно Что это может быть? Как снять нагрузку на колени? Ну, во-первых, вес 100 килограмм Рост 190 Конечно, бегать Сразу же начинать Ну, опять же, конечно Бег Могу вам сказать, что бег Больше всего убивает колени Больше всего Потому что опорно-ударная нагрузка Идет мощнейшая на нем Тем более, если Неправильно подобрана обувь Если вы занимаетесь бегом Пожалуйста, не поскупитесь Купите хорошие, качественные Беговые кроссовки Специально качественные беговые кроссовки Они созданы с очень хорошей подошвой С амортизацией Именно как раз для того, чтобы Снимать опорно-ударную нагрузку Во время бега И обязательно, конечно Нужно правильно бегать Постановку стопы Во время бега Нужно тоже делать правильно Вот, понимаете Девочки, очень такие вот Вроде бы мелкие нюансы Но они очень будут Отражаться на вашем состоянии На вашем самочувствии Хрустят суставы Что делать? Начиная сейчас Прямо сейчас Пропивать Восстановительные комплексы Для суставов Но не только, конечно Восстановительные комплексы Для суставов Здесь, конечно, нужно Все в балансе делать То есть, конечно же И какие-то комплексы Витамины, минеральные Принимать, пропивать курсом И, конечно же, самые основные Компоненты Это для суставов Микозометонаритин и коллаген Потому что расходник возрастает у вас, и создается очень мощный дефицит, организм не успевает восстанавливаться, и, естественно, идет уже разрушение, поэтому обязательно нужно пропивать эти комплексы и не бояться, они вам необходимы. Что делать, если заболели колени? Только сейчас я об этом сказала все. Питер, привет. Привет, Питер. Бывают кошмарики во сне, Леночка? Бывают, да. Как у любого человека, конечно, бывает. Я такой же человек, как и вы. И на гитаре играть можешь? Могу, и играю, и пою тоже, да. Я такой же человек, как и вы, но немножечко супермен. Читой, я супермен. Посоветую БЦА. Ну, я могу вам ПЦА посоветовать вот такие. Это самая, по крайней мере, моя любимая фирма. Это вот такие БЦА в капсулах. Либо можете взять, сейчас вам покажу, покажу. Вот такая вот фирма. У меня просто аминокислоты. Аминокислоты дополнительные. У него такая же фирма есть БЦА. БЦА. Но аминокислоты тоже необходимы. Необходимы. Так что, вот такой фирм можете брать. Уптинутришн. Вот тебе удобно пить из моего стакана, из своей чашки никак? Ой, господи, пушистая задница. Лысо-пушистая задница. Хочет, как. Тренировки нет. Останавливать не обязательно. Останавливать тренировки. Просто постарайся поменять упражнения. Взаимозаменять упражнения пока что на первых порах. Пока немножечко не спадет болевой синдром. Когда начинает уже болеть, это значит, идет воспалительный процесс начался. Поэтому уже идут болевые ощущения. Нужно, во-первых, снять воспалительный процесс, начиная пропивать определенные комплексы. И, во-вторых, нужно пока что временно снять ударную нагрузку. Просто заменяй упражнения. И заменяй упражнения, делай махи изоляционные, где коленный сустав не так сильно грузится. Ну и обязательно, конечно же, приобрести наколенники, которые будут, во-первых, помогать хорошо согревать сустав и слегка снимать нагрузку. Вот. Как-то так. Как-то так. Будете все правильно делать и у вас все будет хорошо. Ну, вы просто посмотрите на меня. Я же не просто так пропиваю тоже. Вот видите, у меня стоит целый боевой набор, боевой набор бадов. Это не просто так стоит, понимаете? Потому что у меня просто до пизды тысяч тренировок. Я тренируюсь постоянно. Я тренируюсь вместе со своей командой. Вместе с героями, вместе с девалятами. Я непосредственно от начала и до конца вместе с вами тренируюсь. Понимаете? Ну, я такой же человек. Ну, плюс, просто дополнительно я еще и в зал хожу тренируюсь. То есть, естественно, если бы я не принимала дополнительные бады, витамины, вот эти все не принимала, я бы развалилась уже давно. Просто-напросто от истощения бы мой организм просто хуямо свобачим развалился бы, если бы я не пропивала. Понимаете? Это тоже не прихоть какая-то моя. Это не прихоть. Это необходимость. Это просто тупо необходимость. То же самое, как в машине. В машину необходимо проходить ТО. В машине необходимо менять фильтра, масла, еще всякие прокладки, хуятки. Это тоже необходимо. Наш организм, наше тело – та же самая машина, которую нужно поддерживать. Маргафон отдельно тех марафонов, которые регулярно бывают. Нет, нет. Я работаю со своей командой. Своей командой – это с нашей великолепной четверкой. И мне очень нравится работать в нашей команде совместно. Поэтому, нет, планы, может быть, в следующем году также летом ударную сделаю тренировку. А так достаточно, достаточно будет вполне. Я похудела? Ну да, есть такое. Схуднула, да. Потому что мне вполне хватает нагрузок. Куда мне? Как говорится, знаете, девочки, за двумя зайцами погонишься, ни одного не понимаешь. Не поймаешь. Я просто не вижу смысла параллельно данным марафоном еще делать маргафон. Совершенно не вижу. Почему? Потому что у меня есть хоум-тренинг, параллельно идут марафоны, ударная дозировочная нагрузка идет. Поэтому я не вижу смысла убивать людей просто-напросто. Потому что это чрезмерно большая нагрузка будет, которая будет негативно сказываться на организме просто-напросто. А наша главная задача – это сделать, мы не к чемпионату какому-то готовимся, не к соревнованию. Наша главная задача – это сделать образом жизни, поддерживать цель друг друга и поддерживать, в принципе, друг друга в команде. Понимаете? Как вам попасть? Пока что можно только попасть в хоум-тренинг. Ориентировочно наш командный марафон будет в сентябре. А те, кто хотят попасть в хоум-тренинг, пишите в WhatsApp вот по этому номеру, который прикреплен вот в этой вот шапочке. Да, вы, ну, блин, Наташ, реально, реально вы нереальные. Вы делаете такое, что, мне кажется, вы сами охуеваете от того, что вы делаете. Я больше, чем верно, вы сами охуеваете от того, что вы делаете, потому что, мне кажется, вы до того, как не попробовали бы вот это, вы бы никогда не поверили в то, что вы можете это делать. Что вы можете это делать, понимаете? Что ваше тело способно на такое, что вы раньше никогда и сами не могли бы об этом и подумать. Вот. Да, WhatsApp. Как избавиться от целлюлита Ксюши? Ксюша, обязательно это тренировки, питание и дополнительно, дополнительно антицеллюлитные массажи. Либо, если не можешь, массажи. Девочкам очень хорошо еще помогают в вакуумные банки и щетки. Светочка спит? Ага, конечно, спит. Вон она сидит уже, кушает. WhatsApp не пользуется, наверное, где-то скачаю. Ну, у нас командный чат в WhatsApp, потому что... Здравствуй. Доброе утро, Лер. Мы охуеваем от того, насколько мы можем быть охуительными. Почему Светочка должна спать? Ну, просто она сегодня спала всего лишь сколько кисля? Четыре часа? Четыре часа. Да, Светочка легла в шесть утра. Потому что Светочка легла в шесть утра, она делала до шести утра себе ногти. Вот, шедевры творила. Поэтому она поспала просто всего лишь четыре часа. Сейчас хоум-тренинг в июле стоит тысячи рублей, в августе полторы тысячи. Светочка, да, тоже тренируется. Ну, у меня еще должна спать. А почему у меня не должна спать? Для меня лично хоум легче маргофона. Почему это, Мариночка? Ну, потому что маргофон – это была ударная нагрузка, двухчасовые были интенсивные тренировки. А хоум-тренинг – это поддерживающие тренировки, поддерживающие и также закрепляющие результат ваш и дальше усовершенствующие ваш результат тренировки. Понимаете? Вот. В хоум-тренинге нету цели угандошить вас всех просто-напросто. Ну, Севастополь, привет. Муж говорит, проблема индейцев, вождя не ебет. А, не дала сегодня Светочке поспать. Ну, со мной жить тяжело отчасти. Ноготки в студию. Кисонька, ноготки в студию. В инстаграме. В инстаграме у нее. Ну, вы что? То, что сняла Света, это была поддерживающая тренировка. Да, да, да. То, что сняла Света, это была поддерживающая тренировка. Да, это у нас абсолютно нормальные тренировки. Девчонкам, очень многим девчонкам уже легко. Естественно, новичкам будет адски тяжело. Ну, потому что это и есть ад, персональный ад. Новичкам, конечно же, будет ужасно тяжело первое время. Как и всем другим девчонкам раньше было тяжело. Но сейчас очень многим дается это все проще, намного легче. Привет. Нихуя себе, я бы сдохла на Иришку. Первое время, да, ты бы умирала, адски умирала. Но поверь мне, прошел бы месяц, и ты потом вспоминала бы, с чего ты начинала на самом деле. Так вспоминают очень многие девочки, кто пришел. Вспоминают, с чего они начинали, как они умирали, умирали от мышечной боли, как они даже бзнуть не могли, потому что жопа и все отваливалось. Но сейчас уже намного все проще. Конечно, пользуюсь духами. У меня One Million, потом Антонио Бандерас и Злата Ибрагимович вроде, что ли, да? Так, сейчас покажу. У меня вот, да, это мне подарили наши друзья Злата Ибрагимович, очень хорошие духи. Также мои любимые это One Million и мужские духи Антонио Бандерас Blue. Это мои самые любимые такие. Я мечтала о порочнях в туалете после тренировки. Все на первых порах мечтали о порочнях. Как относятся к моей тренировке? Не очень. Не очень, если честно. Посоветую упражнения на спину. Девочки, я не могу советовать вам упражнения на спину, потому что нужно составлять комплекс тренировочный, чтобы грамотно, полноценно проработать мышечный корсет спины и укрепить его. Скучаю по марафонам, да не даже до сентября. Честно говоря, я тоже очень скучаю по марафонам, потому что я могу сказать, что это просто, знаете, это не описать словами, насколько ты чувствуешь мощную энергетику. Мощную реальную энергетику. Вот ты находишься, как будто, знаете, частично в другом мире. Я могу вам так сказать, частично в другом мире. Ты каждый день просыпаешься, просыпаешься с целями, с идеями. У тебя, блин, жизнь как мотор кипит, просто бурлит, блин, как чан. И постоянно, что ты делаешь, что ты делаешь, понимаете, вот это на каком-то вот, я не знаю, блядь. Я не могу вам выриться, пока сами не вступите, не попробуйте, не ощутите это на себе. Ну, опять же, подойдет вам или не подойдет, я не знаю. Это кому как, как говорится, на вкус и цвет карандаши разные. Но для многих из нас, для многих из нас марафоны – это особый мир, я так выражусь. Да. Жирухой тоже норм быть. Ну, кому как. Кому как. Если комфортно, ради бога. Не, ну, как сказать, эффективный, но вот это к дополнительной стимуляции тока я не очень положительно отношусь. А, вот это вот, я не знаю, это бывшие хозяева, что-то, а, хотели сделать здесь, так сказать, ну, стеллаж какой-то с подсветкой и вывели провод. Вот не знаю, что с ним сделать. Котики с вами в отпуска едут? Конечно, все пять! Куда мы их? Можно ли к дьяволятам с артрозом в грудном отделе? Какой еще артроз в грудном отделе? Может, остеоартроз? Или хондроз? Там все вместе. Там или у вас все вместе? Артроз в грудном отделе? Я знаю, артроз в коленном составе, в составах. О, Сашка пишет, знает, что с этим проводом сделать. Сань, сделай что-нибудь с этим проводом, он как сарделька висит. Саня, хватит не так вся квартира, как елочная груша, блядь. Сань, я люблю фонарики. Не надо! У Сашки идея с проводом что-то сделать. Отрезать его, если только просто, Саша. Какая хорошая идея. Не, ну зачем отрезать, если провод вывели? Значит, нужно что-то сделать. Ну, не знаю, там торшерчик можешь повесить. А то, если его отрежешь, потом уже не достанешь. А мы же хотели в тот угол сделать этот водопад. Водопад? Да. Мне кажется, он там вообще ни о чем будет смотреться. Значит, аквариум во всю эту... Во всю стену аквариум? Во всю аквариум, да. Какой аквариум? С рыбками? А? С рыбками? Ну да. А что, идем-ка здесь мы просто на заказ сделаем аквариум с подсветкой. Да ты заебешь себе вообще с пола. Ну подойдешь, а он прям от пола до... Потолка? А как ты кормить их, блядь, будешь, от пола до потолка? Не знаю. На стол залазить, да? Чтобы покормить их. Не совсем до потолка, до половины потолка. Рита, благодаря тебе купила другую камень. Спаси. А ну, говорит, что? Вот, вот я вот до сих пор, девочки, жду. Вот 3D-камины, вот эти очаги, они, конечно, проблематичные, мне кажется. Мне уже, конечно, отослали пара генератора, два новых. Полгода идет уже, блядь. Идет реально почти полгода уже мне отсылает его. Он очень, как я поняла, редкостные пара генератора. Вот, и надеюсь, что причина была именно в пара генераторах, блядь. А то сейчас придут пара генератора, я их поставлю, он нихуя работать, блядь, не будет. Причина окажется и в пара генераторах. Я тогда вообще охуею просто, клянусь. Это будет, блядь, боль болевая. Да, на стремянку, блядь, залазить и кормить этих рыбок. Коты в утром бывают. Может, давно хотели обладать? Мне кажется, это шикарная идея. С гепатозом печени. Ой, девочки, я вот с этим не знакома заболеванием. С таким заболеванием не знакома для того, чтобы мне вас проконсультировать. Мне необходимо ознакомиться с ним. Обязательно ознакомиться плотно и посмотреть, какие есть противопоказания. И как можно, можно ли или нельзя сопоставлять с тренировками. А я после маргофона два забеременела, хотя год не получалось. Что за волшебство? Ой, да, у нас в девалятах тоже все что-то залетают, резинки лопаются, блядь, рвутся. У нас, блядь, девалятых, блядь, уже сколько? Два человека родили, уже третий на подходе. Ну, я и говорю, у нас резинки рвутся, и при том все, потому что беременеют. А, ты имеешь эти резинки, а я могу про эти резинки для тренировок. Так эти тоже рвутся, они ляжки свои разводят, раздвигают свои ляжки, говорю. Гинеколог бы позавидовал. Поменять прокладку за 300 рублей. О, Наташ, да, я согласна с тобой. Да. Юлечка, привет. Какой вес гантели брать с нуля? Минималку. Юль, ты такое чувствуешь, как будто ты никогда не занималась. С нуля брать. С ноль и брать. Минималку брать, минималку начинать сразу же. После кесаря прошел один месяц, можно вместо пресса делать вакуум? Нет, нельзя. Нельзя, ни в коем случае. Никаких натуживаний нельзя делать. Рыжий пробежал, где? А, рыжий, сосисочка в тесте. Саня, сосисочка в тесте. Я его сосисочка в тесте зову, не знаю почему. Он рыженький, как вот запеченная сосисочка. А булочка запеченная такая рыженькая становится. Сколько по времени длится тренировки? Ой, ну смотри, на самом деле по-разному всегда. По-разному от 35 минут и может длиться от час, час 20. Может и два часа длиться. Все зависит от того, в каком мы режиме находимся, какой тренировочный у нас процесс. Ну вот, мамулька, привет. Скоро приедем. Дай светуле выспаться. Хрен там! Понедельник, среда, пятница. Никто спать не будет. Нет, полпланеты спать не будет. Да. Спасибо. Спасибо людям, которые поддерживают меня. Заебала капуста и огурцы, треска и овсянку и гречку. Верно. Правильно. Ну, всегда есть что пожрать. Не хочешь гречку, овсянку, не хочешь огурцы, капусту, не хочешь жрать, значит. Переживает себе за свету больше, чем за холм, тренинг. Кто будет смотреть за кошаками, знакомые наши. Овсянка больше относится, чуть-чуть больше к клетчатке относится, но это углевод, и гречка тоже углевод. Забухаю с телефоном. Спондилоартроз чего у вас? Раскормит ваших котиков? Да нет, у них все по режиму питаются. Ах, боже мой. Все в режиме. Кроме лысой. Она, блядь, не в режиме. Она, сука, жрет. Все, блядь. Все, что не приколочено. Бэти. Светик так спать ему пошла. Нет, а какой спать? Уже по делам надо ехать. Скоро сейчас покушать, собраться и по делам ехать. Светик хочет спать. Да. Грудного отдела. Ну, девочки, естественно, осевые нагрузки никакие нельзя. Нельзя никакие осевые нагрузки. Желательно, ну, имеется в виду прыжковые элементы, да. Все желательно выполнять в изоляции. Это, и, конечно же, больше силовые тренировки, нежели функциональные. Если вы будете сами подстраивать под себя тренировки, исключать какие-то упражнения, взаимозаменять упражнения, то можете попробовать позаниматься. Потому что не забываем, что все-таки работа в группе – это работа в группе, где по большей части вы должны самостоятельно взаимозаменять, думать, варьировать что-либо и подстраивать тренировочный процесс под себя. Лысая, как пылесос, ест, как не в себя, за других отрывается. Да, я тебе говорю, она прям пылесосница. У нас дома ничего не залеживается больше теперь. Ничего не пропадает, она все сжирает. Как танк. Доедает. Ты пизда какая-то, блядь, а. Одна не дала мне поспать, другая пожирает бабу. В пилатесе можно сбросить 10 килограмм, но если вы будете придерживаться питания, хорошего питания, ну, со временем можно, да. Да, блядь, и жрет за всех нас, поэтому я и похудела, блядь. Обжирает, блядь, потому что. Слышки, я говорю, одна не дала поспать, другая пожирает бабу. Ну, вот это можно выгнать со стола. Ее тоже можно выгнать с квартиры. Пусть на улице тренировки ведет. Ага, конечно. Ну-ну. Вот только попробуй еще с СМС-кину. Я говорю, можете потише говорить? Я тебя в отеле отправлю спать. В пятницу, в понедельник, среда, пятница. А спи в отеле? Спи в отеле. Да. Когда можно попасть в Светлане на тату? Запись открыта? На август, да. На август открыта запись. Ближайшие где-то восьмое августа. Ближайшие восьмое августа можно записаться на тату к ней. Ну, у нас заранее... На тату? Да. А, сентябрь. На тату она говорит. Тату сентябрь. Семейная жизнь. Какой, на твой взгляд, самая эффективная диета? Правильно составленный рацион. Много срать. Много срать, да. Много срать вообще заебись. Вот. Правильно составленный рацион питания. Вот. Чертяк вот, Заритвилька. Какой у тебя сейчас колораж? Я не считаю его сейчас. Я уже в отпуске нахожусь. Я сейчас не считаю колораж. Ну, где-то примерно. Я примерно на скидку могу вам на взгляд. То, что я кушаю, сказать. Где-то, ну, тысяча две, наверное. Вот так вот. Две сто может быть. Поэтому я, видите, я исхуднула сейчас сразу. Когда у меня колораж 3 с чем-то тысячи в сутки, я немножко такая, знаете, объемная. Объемная, чуть-чуть подзалитая. А сейчас, видите, колораж урезался. Питаюсь я вот так вот, вот как бы уже я частично в отпуске, я уже расслабилась. Поэтому, видите, соответственно, колораж урезается, я вся сливаюсь и буквально высыхаю сразу же. Лита, я еще успею к дьяволятам. Татья Чевская. Тата. Давайте я Тата просто буду называть. Не пойму как. Тата, да в любое время можешь вступить. Хоум-тренинга у дьяволят нету времени и ограничений. Куда ты мне нашел? Вот куда ты нашел? Глюкозамин, хондроитин и коллаген. Ты простыла, голос хрипела? Нет, я просто на хоум-тренинге орала на всех. Жрать и срать, это все-таки взаимосвязано. Мало жрешь, мало срешь. Все верно. Вы с Мариной тренировки совместные ведете? Ну, мы вместе ведем марафоны. Мы совместно ведем марафоны и, конечно же, ведем тренировки. У нее своя направленность, у меня своя направленность. Каждый занимается своим делом, так сказать. Ты хочешь детей? Нет. Так, ну что, ребятули, давайте, время 28 минут уже прошло. Полчасика с вами тут сидим трендин. Давайте я пойду уже кушать, мыться, и мы поедем по делам. Так сказать, сейчас уже начинается полная подготовка и сборы к поездке. Вот, надо все собрать, все сложить, чтобы уже седьмого утром рано выехать. Спокойненько, не торопясь в дорогу. Вот. Всех люблю, целую. Желаю вам отличного дня, хорошего настроения. Не скучайте, не унывайте. Будьте, старайтесь всегда быть на позитиве. Не обращайте внимания на негатив и критику ебучую эту. Понимаете? Не принимайте это близко к сердцу. Кто ничего-нибудь такое сказал, рукой махнула, а похуй, 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 юшечки, хую. Поняли? Вот прям проще, проще намного. И чаще больше улыбайтесь. Это обычно всех бесит. Еще раз. Всех люблю, целую. Желаю отличного дня и хорошего настроения. Наташа, вам бухнуть можно 9 июля. 9 июля все бухают. Все. Все бухают 9 июля. Все. Пока-пока. Анаташвилия piace. Да. Только что...